Решил я купить хороший японский автомобиль, приехал в салон и просто офигел от цены. Цена, конечно, баслословная на эти машины, но я думаю, что эта машина столько не стоит. Но вдруг заметил, что тут продается совершенно похожий автомобиль. У нас традиция такая, все машины на тест-драйвовских засаживают где-нибудь в грязи. У нас такое образное вступление. Сегодня мы решили продолжить нашу серию сравнений Джака. И вот сегодня сравниваем Джак N75 с Хино 300. Машины примерно одинакового класса, одинаковой грузоподъемности. Единственное, этот вариант кабины, он несколько упрощенный. К сожалению, этот Хино 300 попался в такой небольшой комплектации. По размерам я имею в виду. А так, в принципе, Хино 300 могут конкурировать с Джаком N75. На нем также установлен движочек практически 4-х литровый и 150 лошадиных сил. На Джаке движочек у нас 3,8 каменс и 156 лошадиных сил. Соответственно, крутящий момент на Джаке больше. Ну, ребятки, цена вот этой машины, этой шасси начинается от 2-х 200 миллионов. Вроде бы как бы хорошо, но я еще раз повторяю, что навряд ли у кого-то будут деньги из простых перевозчиков, чтобы купить вот такую машину. Вопрос по качеству Хино, конечно, машина отличная. По качеству свои вот праворульные версии завоевали, так скажем, бренд. Вот этот вот раскрутили, сейчас они просто вот пользуются этим. Ну и они ломаются, и у них есть тоже свои слабые места. Вот, я это знаю. Ну, конечно же, Хино, это есть Хино. Вот. У нас сейчас, у нас Джак на обзоре. Джак пытается войти в этот рынок, вот, вымещает, так скажем, конкурентов. Джак, в принципе-то, ребят, ничем не отличается. Да, может быть, сборка другая китайская и так далее. Ну, движочек Амит, соответственно, против японского движка, там, аббревиатура у него такая, вот, я не запомнил, к сожалению. А так вот эти машины конкурируют на рынке сейчас обе. В основном такие машины вот начинают брать, это крупные транспортные компании, либо ритейлеры, да, которые занимаются либо продуктами, либо алкоголем. То есть они берут такие машины, они на них перевозят. Зачем они это делают, мне не очень понятно. Если есть машины в более дешевом диапазоне, но так как у нас сейчас самые, так скажем, богатые предприниматели, это те, кто занимается продуктами и алкоголем, соответственно, видимо, им наплевать там. Все они в цену закладывают продукты, и, соответственно, мы приходим в магазин и видим космические цены. Мы же простые перевозчики, не можем себе позволить, к сожалению, такие машины, поэтому вот работаем на китайской технике. Ну, я уверен, что пройдет время, и вот эта машина также будет покупать крупные теки, крупные ритейлеры и уже на них зарабатывать. А мы им поможем в этом. Ребят, если все-таки японская техника для вас слишком дорога, но вы по-прежнему не хотите покупать джак, вы, конечно, можете обратить внимание вот на автомобиль такой, Hyundai HD78. В принципе, машина проверена временем, проверена сотнями тысячами километров пробега, но цена ее будет не намного меньше хина 300-й, ну и, собственно, мы получаем абсолютно те же самые характеристики, что и на джаке на Сен-75. Безусловно, эта модель уже выпускается очень много лет, вот, ну, она обновляется, но все-таки дизайн стандартный, Hyundai, тут, в принципе, нет ничего такого, ну, ничего такого сверхъестественного, но хорошая рабочая машина, проверена временем, никто с этим не спорит. Но, опять же, ребята, где взять денег на такую машину, мне вот не очень понятно. Я помню, в те времена, там, 2008-й год, 2009-й, Hyundai позиционировал себя так, перевозчики позиционируют, примерно так же, как китайцы, и на него так с презрением смотрели. Вот прошло 10 лет, и Hyundai стал отличной машиной, которая стоит тоже, как бы, отлично, ну, ценовой сегмент, конечно, очень высок. Я, вот, допустим, не горю желанием брать Hyundai, потому что я считаю, что эта цена, в принципе, завышенная. Цена должна быть примерно такая же, как на джаке. Тогда эта машина будет реально конкурентной. Ну, по качеству, по качеству вопроса, я думаю, есть и Hyundai, но все-таки это хорошая рабочая машинка, испытанная временем. Но выдалась такая возможность, давайте на Hyundai HD 78 остановимся, посмотрим исполнение его. Что очень радует, тут идут уже металлические трубки, я смотрю на воздух. Вот, но там же блок управления стоит, также вот на раме, я не знаю, чем он, конечно, управляет, может, это тормозная система. Вот, резина стоит уже камовская, что странно, на Hyundai откуда она взялась, также такая же 17,5. Бак небольшой, в принципе, то же самое, что на нашем джаке стоит. Смотрим, и ящик инструментальный, небольшой. Вот также отсек для аккумуляторов. Ребят, ну, в принципе, ну, все то же самое. Ну, и, соответственно, так и должно быть, собственно. Не нужно ничего выдумывать, все уже придумали. Вот, корейцы тоже идут, наверное, может быть, по своему пути, может быть, по пути японцев, но машины у них получаются отличные. Вот. Топливный фильтр здесь крепится вот на таком кронштейне. Почему его бы не повесили Hyundai-вцы на раму? Тоже вопрос спорный. И здесь я не найду фильтр осушителя. Ребят, это, конечно же, не блок управления двигателя. Вон, я вижу блок управления двигателя, он, соответственно, на двигателе стоит. Вот, ну, все, в принципе, сделано по одному и тому же принципу, что Hyundai, что наш джак. Ну, конечно, смотришь уже на Hyundai 120, да, он евро четвертый идет. Ну, немножко уже устарела кабина, так скажем, приелась уже. Часто мы видим такие машины. Ну, собственно, хорошие, надежные машины, которые, соответственно, нашли своего покупателя, нашли свой рынок. Мы сейчас находимся в 2018 году, когда у нас небольшие изменения на рынке, так скажем. У нас сейчас выбирать особо простому переводчику нечего. Это либо наша отечественная техника, либо китайская. Вот, соответственно, Hyundai хорошая машина, но не для нас. Для нас джак. Что, ребятки, вот загнали наш джак на яму. Смотрим вид снизу, так скажем, на эту машину. Машина у нас проехала уже 18 тысяч километров. Давайте посмотрим, что-то у нас есть. Какие-нибудь, может, подтеки жидкостей. Ну, вроде все как бы нормально. Вот тут вот снизу все краны впереди расположены. Смотри, под передним, так скажем, лонжероном. Вот коробка, защитный у нас короб. У нас, соответственно, все шприцуются. Тут вот эти вот масленки. Что еще? Движочек сухой. Нигде у нас он не сопливит. Ничего, масла нет. Каменс. Оригинальные фильтры, а вот у нас стоят. Вот, а даже сапун есть. Вот он выведен у нас сюда под переднюю балку. Кому интересно, рессор у нас практически 7-листовая рессора. Плюс два небольших прокладочных фиговины под ними идет. Тут у нас больше, вроде бы, ничего интересного нет. Пойдемте смотреть дальше. Сзади что мы имеем? Задняя крестовина кардана. Она у нас тоже шприцуется. У нас один подвесной здесь и три крестовины идет, да? Вот она, больная тема Джака. Это мозги, да? О которых тут отзывы делали предыдущие владельцы. Здесь уже видно, что все загерметизировано. Вход вот в эти вот мозги, которые тут у людей летели. Да, но на новых версиях эти мозги уже перенесены под, так скажем, под кабину. Это вот на старых моделях все еще здесь видно. Но видно, что уже тут завод тоже постарался об этом и загерметизировал вход. Ну что, у нас даже ни коррозии нигде не видно. Все, коробочка тоже сухая. Чистота. Вот у нас вот эта проблема. Тут, наверное, у нас катализатор стоит. Все вот эти датчики многострадальные, которые придется отключать, когда мочевину будем отключать. На коробке стоит пломба. То есть, если вы поедете на ТО, нужно контролировать, что у вас пломба была тут целая. Она тут такой хлипенькая, конечно, на пломба. На тоненькой проволочке стоит. Вот такие дела. Да, и, конечно, у нас все тут в наших условиях быстро засирается. Кстати, тут столько точек шприцевания. Смотрю, масленка стоит на кулисе включения скорости. Тоже шприцуется. Вот. Так что машину-то надо, ребятки, шприцевать. Почаще будет. Вот здесь у нас горный тормоз включается. Пойдемте дальше, посмотрим. И вот эту штуку называют. Как бы она служит для того, чтобы якобы, в случае, если кардан у вас отлетит по дороге, да, чтобы он в землю не вотнулся, и машина не встала на дыбы. Но я таких случаев редко знал, чтобы вот этот вот отваривался, соответственно, это упало на кардан. Это, наверное, нужно, скорее всего, для того, чтобы удобнее было менять, можно было кардан опустить. Ребят, здесь у нас еще бак 90-литровый стоит. Давайте посмотрим, как у нас проводка выполнена. Принцип, все тут идет в гофре. Вот. Все тут заизолировано. Задние рессоры. Да, здесь сзади нет стабилизатора. А, стабилизатор есть здесь у нас, конечно, сзади. Вот он присутствует. Ну, конечно, он такой слабенький, так скажем, для пятитонной машины. Но лучше, чем его нет. Сзади барабанные, у нас тормоза спереди, тоже у нас барабанные тормоза, что не есть хорошо. Задние рессоры у нас подрессорник, пять листов, и основная рессора. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шестиристовая. Да, ну, мост. Все у нас нормально, ничего не подтекает. Там, вон, сзади краны уровня пола у нас стоят. Воздушные краны, мергочево тут стоят. Вот так вот встроен жак N75 снизу. В принципе, все просто, доступно. К любой точке можно подлезть. Фильтр, вот как на 120-х, он уже перенесен вот этот вот влагоделительный вот туда на бок. То есть не надо где-то здесь подлазить и менять. Единственное, вот место, ну, вот мозги вот тут, конечно, не к месту повесили. Ребятки, так что, думаю, их надо. Но их уже перенесли в другое место. Так что этот вопрос решен. Вот так вот, так что, если купим, жак, будет обслуживаться у нас в сервисе. Все здесь можно делать просто, можно сделать самому. Ничего тут хитрого нету. Электроники по минимуму, так скажем. Резонатор, бочка тоже нормально поживает. Не видно ни ржавчины, следов, ничего. То есть все еще у нас хорошо. Фрессоры, кстати, по-моему, шприцуется только вот задняя часть. Да, он там спереди. Тут уже не шприцуется. Просто цилинблоки стоят. Резиновые. Вот тут вот у нас, ребят, стоит под передним лонжероном. Краны тормозные. Идет тут выход. Это, наверное, на Вебасту. Самое главное у нас тут такая противокомарийная сеточка стоит. Перед интеркулером. Тоже очень полезные в нашем режиме. В принципе, все доступно. Все можно залезть, открутить. Рулевая тяга, смотрите, какая массивная. То есть добротно так сделано. Ну, и норгачи. Все как положено. Тормоза барабанные. Думаю, хватит надолго. Электрика 24 вольта здесь. Кому интересно. Ну, вот так вот выглядит джак у нас вот снизу. Все как бы до 18 тысяч. Ничего не течет, ничего не текает. Все целое, все нормально. Никаких люфтов. Никаких жалоб пока на машину нет. Заключительная серия нашего тест-драйва джак Н75. Работала у нас практически полтора месяца. Наездили мы на нем 16 тысяч километров. Сейчас пробег на этой машине составляет 18 тысяч километров. Сейчас хочу рассказать общее впечатление от машины. Конечно, положительное. У нас сейчас работает водитель, который ездил до этого на скане и на фуре. Вот, сел, говорит, блин, все нравится, довольна, там, хорошо управляется, хорошо рулится. То есть в салоне комфортно. Движочек не слышно. Все как говорится, блин, только рад. Еще бы работал и работал, если бы он был наш. Вот, но, к сожалению, он не наш. Итак, мы, как говорится, большое спасибо компании Джак Рус, что нам предоставили этот автомобиль. Вот, у нас только на долгосрочный такой тест-драйв. Вот, мы его так активно поэксплуатировали. В принципе, ребят, у нас ничего не ломалось на этой машине. Вообще без проблем отъездил свои там 16 тысяч километров. Вот. Вот так вот он выглядит. Конечно, грязненький чуть-чуть после дороги. Мы его помыли слегка. Ну, в принципе, достойная, ребят, машина. Сразу вот такой вот вопрос вот подниму, да, вот. Недавно приходил ко мне на собеседование механик. Он работал в одной крупной транспортной компании, ритейлеровой, занимаясь они продуктом питания. Я вот у них спрашиваю, почему вот вы берете такие машины, допустим. А они берут и Судзу, там, Хина и так далее. Я говорю, почему такие дорогие машины? Мы же не берем простые перевозки. Говорят, нам нужно, чтобы они не ломались и ездили, собственно, и привозили там продукты, доставляли везде графики и так далее. Я говорю, ну как, не ломаются они? Говорят, да все бывает. И как-то на трассах встают, и с обслуживанием тоже бывают проблемы. Вот. Ну, почему я этот вопрос поднял? Очень много механиков дает информацию своим руководителям, какую машину брать. И почему-то у них в голове мысль такая вот забила, что если вы берете китайскую машину, что обязательно с ней будет проблема, что она будет ломаться, что ее трудно будет обслуживать. Нет, ребят, все совсем не так. Я тоже брал механика и говорю, вот у меня такая-то техника и такая-то там китайца. Он говорит, ой, значит, сам геморрой. Я говорю, а ты зачем нужен тогда механик? Ты нужен, чтобы решать эти вопросы. Сейчас вот эта современная техника, от механика только что требуется, чтобы записывать ее на ТО. 200 тысяч километров сейчас гарантия на Джаки, да? Соответственно, это полтора года, грубо говоря, человек не знает проблем, только обслуживанием занимается. Ну, на ТО записывает. Вот. Соответственно, если меня смотрят руководители транспортных компаний, если у вас работают такие механики, которые вам советуют брать машину за большие деньги, вот эти вот японцы, корейцы и так далее, шли тихо нафиг. Они просто не хотят работать с нормальной техникой, не хотят ничего нового для себя открывать. Вот так же я сделал со своим механиком, увы. Сейчас вот один справляется со своим автопарком, и в принципе ничего сложного нету. Тем более, если вот такая надежная техника, ты ее отправил и не знаешь проблем. Но ты вот только записал, все обслужили и приехал. Такое лирическое отступление, ребят. Ребят, в общем, машина зарекомендовала себя очень хорошо. Какие преимущества? Фары светят замечательно. Водителю очень нравится, говорит, свет потрясающий. Дворники работают отлично. А мы лайка. Единственный вопрос вот по зеркалам. Вот это зеркала старой конструкции. Конечно, здесь не хватает сферического зеркала, потому что обзор, так скажем, слабоватый от зеркала. Ну, если передвигаться по трассе, то этого, конечно же, хватает. Ребят, отличная вместительная кабина на этом джаке. Водитель спит без проблем. У него такой матрасик, он раскладывает, и ему очень хорошо и удобно спать. В принципе, даже, можно сказать, спальник на эту машину не требуется. Было бы, конечно, неплохо в дополнение к этой машине спальник, но сейчас намного очень, как бы... Короче, сейчас нормально спать в этой машине. Вот, даже вот, вроде бы она кажется небольшая. На самом деле, кабина своей формы, она очень объемная и вместительная. По резине, ребятки, вот мы сейчас заехали в небольшую траву, да, там, скажем, бездорожье. Вот у нас тут и спереди такая она, как бы, называется универсальная, и сзади универсальная. Ну, вот сзади универсальная быстренько забилась. Хреновато, конечно, по бездорожью ездить, но все-таки, я думаю, ничего. Зато по трассе она держит дорогу, никуда ее не кидает. Идет ровно, тихо, ничего не шумит, резина. Все, в общем-то, очень замечательно, так скажем. Ребят, в нашей группе ВКонтакте, Джак, очень много уже подписчиков, мне уже присылают видео владельцы. Конечно же, все еще, небольшой пробег у всех, только вот купили машины, но все вот как один говорят, что, блин, вот, обидно, что получается, сколы сразу рыжек, сколы сразу рыжек. Да, это, конечно, такой момент не очень хороший, но компания Джак говорит, что обращайтесь в свои дилерские центры, вам по гарантии все это дело должны покрасить, либо как-то сделать все это, изменить. Вот, я бы просто, если бы купил машину, я бы просто обклеил защитной пленкой все вот эти места, да, соответственно, чтобы скол не вот волкокрасочное покрытие портило, а непосредственно уже эту пленку бронировочную. Это стоит ерунда, там, можно, допустим, обклеить 10 тысяч рублей, но зато вот у вас будет такая вот уже... Вот эта проблема со сколами вас уже не будет волновать. Небольшое у нас тут разочарование, конечно, случилось. Попал камешек, да, вот лобовое стекло, и пошла трещина. И вот здесь вот тоже сверху где-то у нас скол получился. Ну, соответственно, наши весенние дороги, когда их плохо еще убирает, вот этот камнепад, так скажем, идет из-под колес, пескоструйный, да, соответственно, вот у нас стекло... Да, вот трещина. Ну, думаю, компания «Жакрус» простит нас за эту трещину. Вроде машина застрахована по каске, это все дело должны заменить. Вот, та же ситуация у газона «Некст». Не знаю, то ли тут качество стекла, то ли действительно вот эти вот камни, которые летят у нас по дороге, но там у меня на всех газонах все стекла, соответственно, все треснутые. Почему? Я так не знаю. И по гарантии, кстати, на газоне у меня ни одно стекло не заменили, так как все говорят, вот видите, у вас механический удар, все, гарантия не распространяется. Ну, не знаю, как компания «Жакрус» к этому делу будет относиться. Все-таки дорога есть дорога, и условия эксплуатации, они как бы одинаковые. Должны предполагать, что и камни будут попадать, и, соответственно, должна выдерживать нагрузку техника. Ну, ладно, камни, бог с ними. Ребята, вы что заметили? Вот топливный фильтр, машина приехала, полностью такой, весь ржавый, весь такой, ну, со сколами, то есть оказывается из переднего колеса вот весь пескоструй летит, и, соответственно, прямо попадает весь в этот топливный фильтр, и все это дело тут пескоструется дорожной грязью. Конечно, тут либо вешать еще один дополнительный брызговик, либо переносить этот фильтр куда-то сюда вперед, так как получается, что он, видимо, прям сам грязевой поток попадает, соответственно, зимой это все дело может перемерзать. Здесь вот эти вот трубки подводящие, то есть подача и обратка. Не дай бог это все перемерзнет, тут зимой могут быть очень серьезные проблемы. Я бы вот этот вот кронштейн чуть-чуть бы перенес вперед, чтобы вот ближе туда к предохранителям, чтобы защитить вот от этого пескоструйного абразива, который летит из-под колеса. По фургону, фургон, в принципе, поживает отлично, никаких замечаний нет. Единственное, я заметил, уже поползли небольшие рыжики, да, вот тут вот снизу уже вот ржавчинка идет, вот эти вот ручки, да, тоже идут весь ржавчинка. Вроде фурнитура-то такая дорогая, ну, по исполнению, я вижу, что это оцинкованное, ну, что уж не может нормально оцинковать, почему там на всех европейских фурах таких проблем нет, а вот у нас прям сплошь и рядом. Так что вот автомеханический завод, обратите на это внимание. Новое, красивое, все блестит, согласен, но вот эти вот рыжики не очень, конечно, хорошо выглядят. Собственно, машину вроде полтора месяца проэксплуатировали, уже такое вот вылезает. Вот, также вот вопрос у меня вот к этой конструкции все-таки фар. Сюда и грязь забывается. Чтобы поменять фары, тут нужно очень серьезные манипуляции произвести. Вот, я бы, конечно, что-то сделал здесь попроще. То есть вот эта вот железная рамка, она, конечно, утяжеляет всю эту конструкцию. Вот, я бы их отдельно как бы вывел, в небольших коробушках сделал, чтобы это было все доступно к использованию. Давайте внутри посмотрим, что у нас. Ребят, сейчас машина груженная у нас. Везет тут пару ящиков с набережной Щелны. Внутри кузов, ну, вот так вот у нас выглядит, уже пошарпанный, потому что мы не только в нем продукты возили, конечно, тут и катушки, я смотрю, водитель возил. Ну, полностью, бывало, их забивали всю эту кубатуру. Ну, собственно, рабочая машина, мы на ней работали. Я думаю, что это все, как говорится, ну, ерунда. Конечно, вот эта вот лакировочная, покрашенная фанера, она хорошо выглядит, да, но с точки зрения эстетического восприятия ее работоспособности, да, вроде месяц поэксплуатировали, уже вот эти вот шаркости, не очень хорошо на это смотрится. Ну, наверное, скорее тут надо будет просто оцинковку делать какую-то и не выдумывать вот с этими всякими красивыми пластиковыми панелями. Все должно быть рабоче-крестьянски, так скажем. Ну, смотря, если кто-то будет возить продукты, им и так вот нравится, ну, мое мнение, вот такое. Я бы все сделал бы из такой вот материала, из простой бы оцинковочки. Рефустановка отлично работает, она здесь запитана от двигателя, то есть здесь она не отдельная. В принципе, мы заморозку сколько, мы минус 10 водили, вообще вопросов нету. Сделали водителю мы, так скажем, медкнижку. Все на машину, вот это санитарное свидетельство, тоже все прошли, санобработка. Ну, в общем, по фургону вопросов нет у меня, все хорошо. Конечно, удобно, закрываются вот эти вот ручки. Но наши российские антикоррозийные, конечно, погодные условия, они дают о себе знать. Ну, ладно, это ерунда для такой машины. Ребята, я вам уже очень много рассказал про джак, информации как бы дал прям очень много. Я, конечно, понимаю, что очень сложно о новой технике входить на рынок. Вы уже привыкли к своим машинам, которые эксплуатируете. Но, поверьте, придет время, когда придется от них и отказаться, и продавать. Они как бы, все машины подвержены усталостному износу. И у вас возникнет вопрос, что брать. Я вам ничего советовать не буду, просто вспомните, что есть такая фирма джак, которая производит отличные грузовики. Обратите на них внимание. Я уверен, что через пару лет они плотно войдут на рынок, и уже их будет продаваться не сотни в год, а уже тысячи. Вот тогда вы посмотрите мой ролик и скажете, что вот я все-таки был прав, что машина действительно хорошая, машина достойная. И по комфорту, и по надежности, и по цене. Самое главное, что сейчас вот в наше время очень ценится. Безусловно, у нас это не последняя серия про джак. Я вам еще покажу отзывы водителей, отзывы ребят, которые из нашей группы ВКонтакте, которые присылают мне про свои машины. Мы посмотрим, сколько посчитаем, как взять машину в лизинг, сколько первоначальный взнос на джак, срок окупаемости. В общем, задавайте вопрос, который вас интересует. Мне уже много людей ВКонтакте пишут, там, Владимир, как взять джак. Уже даже некоторые люди берут по моим рекомендациям. Вот, я думаю, что вы берите, вы не пожалеете об этой технике, что вы ее взяли. Я хотел снять ролик, думаю, позвоню-ка я, открою Авито или Автору, найду я владельца, который продает джак. Соответственно, позвоню, спрошу, почему продают и какой отзыв. Но я просто открыл, соответственно, машин в продаже нет. И о чем говорит? О том, что они хорошо эксплуатируются, никто от них не избавляется. Отзыва такого у меня не получилось взять, но надеюсь, что как-нибудь сделаем. Так что, ребят, все, что я мог про джак вам рассказал, таких вот объективных отзывов о длительной эксплуатации, год-два, то есть большие километражи, пробеги, какие-то поломки, что случаются. Да, к сожалению, компания Джак Рукс не может нам ее дать на весь год эксплуатировать. Много других клиентов, которые там уже ждут, когда бы посмотреть эту технику, прокатиться. В общем, мы, может быть, возьмем свой джак и будем его вплотную так вот испытывать. Ну, посмотрим, как дело пойдет с перевозками. Так что, ребята, кто не подписался, подписывайтесь на канал, заходите в нашу группу ВКонтакте, Джак, либо в нашу группу Катит. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Давайте всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Вот, ребята, решили поснимать джак в красивом пейзаже. Заехали на поле, обратно не выехали. Засадили джак. Вот, ладно тут. Ребята с бетонным насосом решили нам помочь. Тоже застряли. Пришлось вызывать погрузчик, чтобы он нас спас, так скажем. Конечно, резина быстро замыливается и все, приехали. Ладно, выручают нас подписчики. В общем, у нас традиция такая. Все машины на тест-драйверской засаживают где-нибудь в грязи. Ну, че, джак еще гружен из жопы. Проседает. Ну, ладно, выехали. Слава Богу, спасибо мужикам. Ребят, че хотел сказать по поводу второй и третьей скорости. Как плохо они включаются или нормально. Но, в принципе, сейчас такое ощущение, что они разработались, включаются получше. Мне водитель вообще сказал, я включаю через двойной выжим, как раньше было. Вот, все нормально. Я говорю, ну, не делай, конечно. Да, нужно приноровиться к этому делу. Но, в принципе, все работает, все как бы нормально, включается. Средний расход, ребятки, показывает. Я еще забыл сказать. На джаке очень хороший расход топлива. Средний расход 15-15,5 литра. Ребята, где вы такой расход увидели, а? Это легковая машина, там, какая-нибудь трехлитровая, больше жилет. Вообще, то есть, мне это очень положительно. Водитель заметил это, я заметил по деньгам. Это при том, что мы его возим 4-4,5 тонны. Даже мы с Джак возили 5 тонн. Вообще, пофигу, едет. Чувствует себя хорошо, уверенно тянет. Так что, ребята, машина отличная. Она будет отличаться от своих конкурентов. Тем же, по нижним расходам. А сейчас солярочка у нас по 40,5 рублей. Вот посчитайте, сколько он вам денег сэкономит. Тот же Газон Некст, даже летом, он не привозил ниже, там, 19 литров. То есть, у них экономия, получается, 4 литра сотни. Посчитайте, сколько денег вам с 10 тысяч получится. Так что, хорошая машина, с хорошим расходом, с хорошими показателями.